Приветствую вас. Начну я несколько издалека свой ответ, потому что мне кажется, что это достаточно важный момент, и на него как минимум стоит обратить самое пристальное внимание. Имя. Имена – это очень важный элемент как самого человека, так и социального взаимодействия этого человека, ну, в общем, в обществе. И я думаю, я думаю, что в первую очередь начинать здесь вам нужно не с того, чтобы пытаться людей называть по имени, вот, не с этого. Начинать нужно с того, чтобы смотреть, смотреть, что имя значит для вас. То есть, грубо говоря, грубо говоря, какое значение вы придаёте своему, именно своему имени, понимаете? Вот. Именно своему имени какое значение вы придаёте. То есть, что значит для вас имя, ваше имя хотя бы, да? Вот. Это первый аспект. Второй аспект. Поскольку человек переносит на других людей то, что он сам, например, думает о себе, да? Да? Поскольку человек переносит на других то, что ему самому кажется, вот, то я полагаю, что своё имя, а значит и себя, вы, скорее всего, так же до конца не воспринимаете. Вот. Ну, на это отчасти, повторю, отчасти, не прямо, указывает тот факт, что вы задаёте свой вопрос анонимно. Вот. Поэтому проблема называния людей по именам идёт от вашего собственного отношения к имени, своему имени и к именам вообще. Понимаете? Значит, правильно вам коллега-коллега сказала, что у вас могут иметь место быть проблемы с самооценкой? Правильно, мне кажется, здесь коллега вам сказала. Но я думаю, я думаю, что дело здесь даже не столько в самой самооценке, сколько в том, насколько вы принимаете себя. Вот. То есть самооценка это уже несколько такой вторичный аспект, а первичный это всё-таки именно вот, именно принятие себя. Вот. Вот. Принятие себя такое, какая вы есть. Вот. Вот, примерно так вам можно ответить на ваш вопрос. То есть если вы хотите называть людей по именам, да, то соответственно нужно смотреть, что и как вы вкладываете в, значит, имена, что они, эти имена для вас значат. Вот. И уже, соответственно, исходя из этого, уже можно будет вам что-то рекомендовать. Вот. На мой взгляд, так. Что вы можете сделать сейчас? Вот прям конкретно сейчас, что вы можете сделать? Значит, посмотрите, пожалуйста, на себя в зеркале. Да, вот, пройдите к зеркалу и посмотрите на себя. Вы увидите, в общем-то, свое обычное выражение лица, если можно так выразиться, да, вы увидите то, как вы обычно выглядите. Вот. И ничего необычного на первый взгляд не будет. Представьте себе ситуацию, при которой вам нужно будет назвать человека по именам. То есть просто представьте себе ее. Эта ситуация. Ну, в целом. Представьте ее себе. Прямо начните ее, скажем так, проживать. Начните, значит, начните ее чувствовать. Эту ситуацию. И следите за своим выражением лица. Своим выражением. Следите. Следите за ним. Смотрите за ним. Вот. Смотрите, как вы будете выглядеть. Смотрите, что будет, что будет с вашим выражением лица. Вот. Какое у вас будет чувство в этот момент. И после этого вам нужно будет прочувствовать, прочувствовать свои эмоции. То есть какие, откуда они берут свое начало. С чем они связаны, ваши эмоции, в данном случае, конкретном. Вот. Что они из себя представляют. Когда вы испытали их в первый раз. Вот это очень важно. В психологии существует такое, в общем-то, понятие, такое, такое, такая теория. Такая теория. Что человек принимает решение в своей жизни. Вот просто принимает решение. И вы, если следовать этой теории. Вот. Когда-то приняли решение не называть людей по имени. Ну вот. Когда-то у вас была такая ситуация, когда единственным способом для вас выжить, единственным способом для вас, ну, скажем так, сохранить, ну, например, ну, допустим, сохранить свою, например, целостность. Сохранить, допустим, свою самооценку. Сохранить, допустим, свои представления о себе, да. Единственным способом сделать это для вас было перестать называть людей по имени. Что, собственно, вы и сделали. Но, ситуация, ну, вот, собственно, из-за которой или благодаря которой вы решили действовать так, она уже давно прекратилась. То есть этой ситуации уже, ее уже нет давно. А вы все равно продолжаете так себя вести. Вы все равно продолжаете придерживаться именно такой модели своего поведения. Понимаете? И вот с этой точки зрения нет такого слова «не могу». Да? То есть то, что вот вы говорите, что я не могу называть людей по имени. Это не так. Людей по имени называть вы можете. Вот это несложно сделать. Да? Вот. Но вы приняли решение, вы приняли решение так не поступать. По какой причине? Почему? Этого я не знаю. Но то, что решение такое было принято, это однозначно. Далее интерес вызывает следующее. Вы заставляли себя называть, но все равно это неуверенно звучит. И я бросил эти попытки. Неуверенность. Потрясающе. Потрясающий эмоциональный след. Который можно изучать. Который можно изучить. И посмотреть откуда ну вот пришло то, что вы перестали называть людей по имени. Или не называете людей по имени. Вот. Подумайте. Откуда. Откуда взялось. Откуда появилась. Неуверенность. Эээ. В себе. С чем она связана. Неуверенность. В себе. По поводу чего она возникает. Вам. Понимаете. Какую. Цель. Преследует. Что она вам дает. Преследует. Вот. А мне. Мне. Кажется. Мне кажется. Что. Это. Является очень важным аспектом. Мне кажется, что это очень важный момент. Изучив. Который. Изучив который. Вы сможете. В корне убрать. Необходимость. Эээ. Не называть людей по имени. Но. Здесь важно понимать. А. Здесь важно понимать. Такой аспект. Что. Привычная модель поведения закрепилась. Закрепилась. Она. Закрепилась. Она. Ну. Удерживается. Сейчас. У вас. И. Так быстро она. Скорее всего. Вас не отпустит. Модель поведения. Которую вы. Ну. Сделали своей. Своей. Поэтому. Эээ. После проработки. Скажем так. Внутреннего запрета. На. Эээ. На. То. Чтобы называть людей. Эээ. 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 По имени. Ну. Вот. Вам нужно будет. Эээ. Корректировать. Себя. Эээ. Еще. И. С точки зрения. Поведенческой. Вот. Это на самом деле. Не так. Сложно. Вот. Вот. Скорее дело. Ну. Это. Скорее дело. Вопрос. Эээ. 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 То есть. Тут уже. Дело на самом деле. Десятое. Тут десятое дело. Эээ. Эээ. Вот. Эээ. Я думаю. Можно ответить. Ответить вам на ваш. Ээээ. 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 Эээээ. Возможно, связан с тем, психологический барьер, связан с тем, значит, что вы боитесь близости, вы боитесь близости с людьми, людьми, опасаетесь, скажем так, близости с людьми. Почему вы опасаетесь близости с людьми, это нужно выяснять, потому что пока непонятно, почему вы опасаетесь близости с людьми, с людьми, и боитесь, боитесь ее, боитесь этой самой близости. Вот. Но я думаю, что выяснить это вполне себе можно, поработав сразу, непосредственно, индивидуально. Вот. То есть, понимаете, вот вы не раскрываете, по сути, ничего, вы не раскрываете, по сути, ничего, субъективного, связанного с тем, почему вы не называете людей по имени. То есть, по сути, вы описываете только лишь следствие. Но не описываете результат. Не описываете причину. Следствие описываете, а причину нет. И поэтому я полагаю, что так неопределенно все это звучит. Вот. Значит, вот вы пишите, я не могу называть людей по имени. Да, вернее, обращаться к ним, начиная с их имен. Здесь сразу такой момент. Как давно? Ну, то есть, всегда ли это было у вас, что вы не можете, не могли, точнее, людей называть по имени? Всегда ли так было? Или это было не всегда, а, соответственно, происходи... Ну, начало происходить только лишь после какого-то момента в вашей жизни. Вот. То есть, мне кажется, что это очень важно. Это первое. Второе. Значит, вы пишите дальше. Когда в каком-нибудь разговоре, например, просто что-то рассказываешь, свободно называешь имена людей, но которые не присутствуют при этой беседе. То есть, когда косвенной связи с людьми, с людьми нет. Да, вот когда вы косвенно с людьми не связаны. Именно косвенно. Вот. Я полагаю, что это такая вот ситуация. То есть, получается, что вы в некоторой степени опасаетесь именно косвенного, косвенного, точнее, прямого взаимодействия с людьми. Вот. И это, конечно, очень важный момент. Почему так происходит? Откуда так происходит? Какова причина вашего страха, неуверенности перед прямым взаимодействием с людьми? Дальше. Следующий момент. Так. Не могу называть разных людей по имени и разного пола, но особенно сложно, конечно, обращаться к мужчинам. Здесь интересно то, что вы говорите «конечно». Вы говорите «конечно» так, как будто это само собой разумеюще. Вот. И это в некоторой степени тоже вызывает вопрос. То есть, почему? Конечно. Мужчин называть важнее всего, потому что они для вас значимы, они для вас важны. Правильно? Вы, скорее всего, одна, скорее всего, отношений у вас нет и, скорее всего, все отношения у вас не клеятся. Значит. Называть человека по имени для вас сверхзначимо. Вот у меня, соответственно, возникает такой вопрос. Какое значение для вас имеет назвать людей по имени или называть людей по имени? То есть, что для вас это значит? Скорее всего, это означает, что вы внимание человека привлекаете к себе. Скорее всего, это значит, что вы внимание человека привлекаете к себе. И внимание человека вы привлекаете к себе полностью, целиком. То есть, то есть, вы как бы вторгаетесь в его личное пространство, а вы сомневаетесь в том, можете ли вы это делать, точнее даже не так. Для вас название имени человека связано с тем, что вы, по вашему мнению, вторгаетесь в его личное пространство. Мне это видится, ну вот, примерно таким образом. Хотя, конечно, здесь, безусловно, могу ошибаться. Дальше, значит, приходится, например, близко подходить, начать разговор без обращения. Здесь, мне кажется, может быть элемент выгоды, так называемой вторичной выгоды. Когда вы специально подходите к человеку близко для того, чтобы начать с ним разговор на таком более интимном, может быть уровне, тогда как обратились вы к нему по имени, вы не смогли бы этого сделать. Вы не смогли бы найти этот разговор на такой интимной ноте. И если это так, то получается, что для вас это стремление к близости. Такое вот, ну, немножечко, немножечко косвенно, да, получается. вот. Но, опять же, связано это с тем, что по-другому вы, возможно, просто не можете. Вот. И здесь, здесь я бы рекомендовал вам, опять же, посмотреть на свои чувства. То есть, именно вот на чувства, какие чувства вы испытываете, когда обращаетесь к людям без обращения, да, без обращения, близко, скажем так, и так далее. Вот. Мне кажется, что это то, что нуждается в рассмотрении, и нуждается в рассмотрении достаточно серьезно. Дальше. Пытался избравить это тем, чтобы заставить себя называть. Здесь, на мой взгляд, уместен, уместен будет такой вопрос. А для чего, для чего вы пытались называть людей по имену? То есть, зачем это лично вам? Знаете? Какое лично для вас это имеет значение? Ну, может быть, не знаю, может быть, цель этого какая? Какая? Вот. Именно, именно, именно у вас цель этого. Какая? Для чего нужно вам подобно? Вот. Подумайте об этом тоже. То есть, ваша мотивация, ваша мотивация, она какая называть людей по имену? Именно ваш мотив, он в чем здесь? Я полагаю, что это было бы весьма и весьма полезно для рассмотрения данного аспекта. Вы пишите, что есть также мужчина, который мне симпатичен. Пишите вы. Замечаю за ним симпатию, мы работаем вместе и очень хочется обратиться к нему по имени, но сразу ком в горле неуверенно и стеряюсь. Опять же, связано это с тем, что он для вас слишком много значит. Вот. Слишком большое значение вы ему придаете. И значение этого, это уже ваше, собственно, эмоциональное наполнение того, что, ну вот, происходит. То есть, ваше эмоциональное наполнение, которое образует явление сверх мотивации, необходимо разгрузить. Вот. За пять лет, что мы знакомы, я ни разу его не называю по имени так же, как и он меня. А он, получается, тоже имя назвать ваше не может или что. Это, конечно, довольно интересный момент. Он, эм, вот, без меня в разговорах с другими спрашивал обо мне спокойно назвать имя так же, как и я его могу без него назвать. Хотя остальных людей спокойно называют по имени. Ну, понятно, что здесь, эм, скорее всего, он принял вашу игру. То есть, в плане того, что вы не назвали его по имени, он точно-точно не назвал по имени. Ибо, ну, ибо имя это всё-таки близость. То есть, это близость, это близость. Вот. А, это близость, близость. То есть, здесь я думаю, что всё-таки, эээ, вы избегаете близости, не называя людей по имени, чем, эээ, скорее избегаете близости, а не наоборот. Эм, её, с ней стремитесь. Хотя, ещё раз повторю, это нужно анализировать, эээ, именно ваше, эээ, ваше чувство, эээ, здесь, в данном аспекте. Эээ, в целом, как-то скомканно, вы достаточно описали проблему, то есть, понятно, что, эээ, вы видите, эээ, ну, вы видите, общее, эээ, в том, в том, что вы не можете называть людей по имени, вы видите, общее. Эээ, я вижу, эээ, я вижу в этом, эээ, тоже общее, но, эээ, я вижу в этом, эээ, как бы, эээ, я вижу в этом такой момент, что он, не называя имена вообще в целом, да? Эээ, вы избегаете близости, эээ, с людьми в целом. Это один, один разрез ваших отношений с миром, с миром, с миром, с миром. Вот, эээ, значит, не называя имя мужчины, именно мужчины, эээ, вы скорее избегаете личных отношений с ним, ну, то есть, отношений, может быть, близости с ним и так далее. Вот. То есть, я думаю, эээ, что, эээ, становится такая. Опять же, эээ, тонкость-тонкость, эээ, здесь в том, эээ, что вы этой близости избегаете и считаете, что, ну, считаете, эээ, эээ, себя, ее, ее, возможно, недостойным, недостойным. Хотя, понятное дело, что, эээ, в действительности, эээ, это, эээ, не пианк. Но, тем не менее, тем не менее, вы себя, эээ, возможно, эээ, позиционируете именно так. Вот. И тем самым, тем самым, ну, как бы, как бы защищаясь от той боли, которая может у вас быть, если вы, скажем, скажем так, поддадитесь, поддадитесь, да, на, эээ, собственно, на, ну, на потребность, эээ, в близости. Вот. Поэтому здесь, эээ, я бы рекомендовал вам, эээ, еще, еще один, эээ, такой важный момент. Эээ, вот, эээ, значит, подумайте, просто подумайте, эээ, что бы было, что бы произошло, вот, если бы вы назвали, ээээ, человека по имени, вот, что бы было, что должно, что должно произойти, вот, или что может произойти, вот, просто тоже об этом, вот, подумайте. Вот. Ну, и, собственно, то, что вы, ээээ, пять лет, ээээ, с мужчиной знакомой, и то, что вы за пять лет, ээээ, откровенные симпатии, так до сих пор не построили отношения, и говорит о том, что, эээ, все-таки есть определенная действительно неуверенность в себе, и, возможно, заниженная самооценка, конечно, тоже. Вот. Хотя, безусловно, это, на мой взгляд, эээ, здесь, именно здесь, ээээ, является не, ээээ, первопричиной. На мой взгляд, здесь все-таки, ээээ первопричина в другом, вот. Вот так можно Вам ответить на Ваш вопрос. Исходя из той информации, которую Вы предоставили, я постарался, значит, проанализировать и, собственно, как-то Вам дать некую такую почву, пищу для размышлений, вот, и, возможно, для, значит, ну, возможно для будущей работы тоже, вот, как я надеюсь. Я надеюсь, что Вы в дальнейшем обязательно проработаете эти аспекты, вот. которые у Вас, ну, скажем так, не дотягивают до уровня успешного контактирования, вот. Я надеюсь, что Вы проанализируете свои чувства, которые у Вас есть, которые Вы испытываете, вот, для того, чтобы понять, в чём же заключается проблема. Вот. Ваш запрос, да, значит, Вы даже вопросов не задаёте, то есть, вот, Вы говорите, что Вас волнует запрос, вопросов вы не задаёте, и запроса никакого не ставите, тоже, что, конечно, говорит о том, что, возможно, Вы не верите, например, в то, что Вам можно помочь, не верите в то, что эту ситуацию можно исправить, либо, например, не хотите тратить время на это, то есть, считаете, что это бесполезно, вот, либо, в целом Вас ситуация устраивает, вот, просто Вам, ну, в принципе, хотелось бы, может быть, поменять, но пока ещё явно не настолько сильно, да, чтобы работать над этим. Опять же, я не хочу здесь Вас обвинять в чём-то, да, не хочу, ни в коем случае не хочу Вас в чём-то обвинять, вот, могу сказать только то, что Вы либо рассчитываете на быстрый результат, пока что, вот, либо Вы просто задаёте свой вопрос для реформы, вот, потому что слишком мало информации о себе, у Вас она поверхностная достаточно, что подразумевает сразу сироту интерпретации, вот, и что подразумевает для Вас возможность заднего хода, если Вам, допустим, что-то, ну, что-то не понравится, да, вот, что, так же, в свою очередь, в свою очередь, а-а-а, является механизмом защиты. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был Вам полезен, вот, я надеюсь, что пишет для размышления Вам дал. Если у Вас остались дополнительные вопросы, Вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь Вам. Если Вам понравился, мы ответственно, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю Вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.